Сегодня более пяти тысяч одиннадцатиклассников Хабаровского края написали ЕГЭ по математике базового уровня. Для сдачи государственной аттестации были организованы 84 пункта в регионе, 15 из них в Дальневосточном центре. Это второй обязательный экзамен. Первый по русскому языку школьники прошли в понедельник. Его результаты станут известны в начале следующей недели. Шпаргалки, телефоны, всё ненужное отдаём своим сопровождающим. В этом году отменена тестовая часть экзамена. Теперь угадать правильный ответ невозможно. Даниил Ожегов в своих силах уверен, для поступления в ВУЗ ему необходим не только базовый уровень знания математики, но и профильный. Об математике чисто формулы, и ты их должен знать. К репетиторам ходил, я решал с различных сайтов, там решу ЕГЭ, Незнайка и все такие, там Ларин тоже. Я в принципе уверен в своих силах, поскольку я готовился, и я уверен, что базу точно напишу. За три часа, отведённых на экзамен, участникам ЕГЭ необходимо решить 20 заданий. На столе, кроме контрольно-измерительных материалов, только паспорт, ручки, черновые листы и, при необходимости, лекарства. Одно из новшеств нельзя ставить воду рядом с собой. Нужно только ставить воду на стуле специально возле входа. И когда ребёнок захочет пить, он подходит. За ходом экзаменов наблюдают федеральные эксперты. Чтобы получить такой статус, работники сферы образования должны иметь сертификат о прохождении соответствующего онлайн-семинара. Его проводят московские специалисты Рособорнауки. У меня есть задание, которое мне присылает Москва. То есть за день я узнаю, в какую школу я пойду. Я 8 лет назад сама сдавала ЕГЭ. И вот, честно вам скажу, и утром, когда проснулась сюда, пришла. И своё волнение, и волнение школьников, я это всё чувствую, как будто сама сдаю экзамен. До 22 июня участники ЕГЭ будут сдавать необязательные предметы. На выбор предложены 13 дисциплин. Ограничения Министерство науки не ставит. Школьники при желании могут пройти их все. Следующий тест состоится 6 июня. Математика, но уже профильного уровня. Надежда Лавриненко, Дмитрий Попуша, Хабаровская студия телевидения.